Здравствуйте! На 12-м канале время новостей. В студии Лена Бабкова. И вот главные темы выпуска. С ростом цен, безработицей и неуплатой налогов разберется антикризисная комиссия. Контролем займутся депутаты Заксобрания Омской области. 900 дней мужества, которые в памяти навечно. В России отмечают День воинской славы, день снятия блокады Ленинграда. Омичи возьмут на карандаш недобросовестных фармацевтов. За космические наценки на медикаменты аптекаре поможет наказать РЭК. И в вагоне в воду штат спасателей региона пополнили школьники. Новичков на профпригодность проверили врачи Центра медицины катастроф. И пообщались с императрицей Елизаветой и поделились неординарными идеями, как встретить юбилей Омска. Выпускники молодежного форума «Ритм» устроили мозговой штурм. Антикризисная комиссия начнет работу в Омской области в ближайшее время. Сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев подпишет соответствующую кассу о ее создании. В задачи нового органа будет входить борьба с любыми проявлениями экономической стагнации, ростом цен, безработицей и неуплатой налогов. Перспективы работы комиссии обсудили сегодня депутаты на заседании законодательного собрания. Народные избранники решили принять в ней непосредственное участие, рассказывает Дмитрий Черноскутов. Слово «кризис» можно не избегать. По крайней мере, так считает правительство России. По словам Владимира Путина, нужно признать факт экономической стагнации и уже сейчас начинать минимизировать ее возможные последствия. Указ о создании во всех регионах антикризисных комиссий уже подписан. И скоро такой орган начнет работать и в Омской области. Борьба с ростом цен, уходом от налогов, работа с предпринимателями и надзорными органами. Депутаты законодательного собрания настаивают, в комиссию обязательно должны входить представители законодательной власти. Во-первых, многие народные избранники – опытные управленцы, закаленные кризисами конца 90-х, середины 2000-х. Во-вторых, они имеют прямой контакт с избирателями, а значит, могут выявлять конкретные случаи злоупотреблений на местах. Целый комплекс мероприятий, конечно же, это борьба с возможной борьбой с безработицей, потому что мы помним и закрытие предприятий, и то, и другое, связанное вот с этим. Вот поэтому там просто огромный комплекс направлений, по которым будут работать. В том числе и выплата заработных плат, мы помним, в конвертах у нас и это было. То есть, хотелось бы, конечно, чтобы возврата к этому не было, но, по всей видимости, придется все-таки с этим бороться. В сложившейся экономической ситуации депутаты еще раз заговорили о поддержке предпринимательства. Налоги – верный способ пополнить бюджеты всех уровней, а значит, нужно сделать все, чтобы самые незащищенные, малые и средние предприятия, работали и развивались. Сегодня, наконец, решился вопрос с выкупом бизнесменами арендованных помещений. Их первоочередное право на приобретение используемой недвижимости никто и не оспаривал, а вот рассрочка на выплату стоимости заветных квадратных метров стала камнем преткновения. Мэрия, учитывая инфляцию, не готова была предоставлять всем предпринимателям право рассчитываться за помещение 8 лет, а меньший срок сами бизнесмены могли и не потянуть. Здесь положительную роль сыграла поправка губернатора Омской области, который предложил компромиссное решение, которое устроило всех. Были продифференцированы сроки, и для микробизнеса была предоставлена эта рассрочка 8 лет. А для остальных предпринимателей, которые попадают в категорию малого и среднего бизнеса, эта рассрочка предусмотрена до 5 лет. Поправка в законодорожном фонде напрямую касается омских автолюбителей. Один из последних объектов перекресток улиц Заозерная Королева, который сдали не полностью готовым, да еще и серьезным опозданием, вызвал шквал негодования у водителей. Новый документ позволяет заказчику расторгнуть договор с провалившим дело застройщиком, взять из Дорожного фонда деньги под банковскую гарантию и завершить работы в срок уже с новым подрядчиком. Дорожники, сорвавшие контракт, деньги, конечно, вернут. Хоть добровольно, хоть через суд. Таким образом, Дорожный фонд ничего не теряет. К слову, он в нынешнем году почти 3,5 миллиарда рублей. Существенная часть этих денег пойдет на ремонт городских магистралей. К грядущему 300-летию Омска дороги нужно привести в порядок. Дмитрий Черноскутов, Александр Козлов, 12 канал. К памятнику детям блокадного Ленинграда возложили живые гвоздики. Сегодня по всей России проходят памятные мероприятия, посвященные 71-й годовщине снятия осады северной столицы. В Омске непосредственные участники тех страшных событий собрались на митинг на Ленинградской площади, чтобы почтить память погибших от голода, холода, постоянных бомбежек и нечеловеческих страданий. 27 января 1944 года советские войска разбили фашистов и освободили жителей из длительной кровопролитной блокады. Сковывая значительные силы немецких войск на протяжении 900 дней, Ленинград тем самым оказал существенную помощь в развитии операции на всех других участках фронта. А его жители стали символом беспримерного мужества, стойкости и героизма. Бомбили очень сильно, вот бомбежки очень хорошо помню. Даже однажды оказалась в эпицентре этой бомбежки. И панику, по-моему, первый и последний раз видела, что такое паника, когда упала бомба напротив дома нашего. И люди не поняли, думали, что в наш дом попала бомба. Мы ринулись к выходу, и моя сестренка, моложе меня на полтора года, попала под ноги толпы этой всей. Даже спустя 70 с лишним лет люди, пережившие страшную осаду города на Неве, не могут сдержать слез. Но ветераны-блокадники, которых в Омске сегодня проживает 287 человек, до сих пор в строю. Они постоянно встречаются со школьниками и студентами, приходят на открытые уроки и рассказывают только правду о тех страшных днях. То, что видели своими глазами, и то, что смогли пережить. Сегодня вспоминают и жертв Холокоста. Так называют массовое истребление евреев в годы Второй мировой войны. Именно 27 января 1945 года советские войска освободили лагеря с Венцим, который находился на территории Польши. Впервые Международный день памяти жертв Холокоста отметили во всем мире в 2006 году. По разным оценкам, в лагере смерти погибло от полутора до четырех миллионов человек. Точное количество жертв Освенцима так и не удалось установить. Не переплачивать за жизненно важные лекарства мечам поможет РЭК. Совместно с региональным Минздравом комиссия проводит мероприятие по выявлению случаев безосновательного завершения цен на медикаменты. Так, в РЭК разработали специальную памятку действия мечей в случае выявления необоснованного, по их мнению, увеличения стоимости препаратов. Для этого достаточно сравнить указанную в чеке стоимость медикамента с ценой, заявленной в списке жизненно важных лекарств. Перечень размещен на сайте Минздрава, а также должен находиться во всех аптеках. Цены там указаны максимальные, то есть с учетом предельных надбавок, которые может позволить себе аптека. А значит, продавать лекарства дороже установленного максимума уже нарушение, обнаружив которое, гражданин вправе обратиться в РЭК с письменным заявлением и подтверждающим обвинение чеком. За весь 2014 год только в одной аптеке Омска из 98 проверенных было зафиксировано незаконное завышение цен на лекарства. Губернатор Виктор Назаров в прямом эфире передачи «Разные» на радиостанции «Маяк» обратил особое внимание на то, что в сфере реализации лекарственных препаратов не должно быть без основательного повышения цен. «Нам поставлена задача администрации президента – контроль за лекарствами в аптеках. Министерством здравоохранения проводятся ежедневные мониторинги, поэтому наша реакция будет мгновенной. Если у жителей есть реальная возможность показать, где такие факты есть, мы будем сразу на них реагировать». Тарифы на коммунальные услуги, капитальный ремонт и общедомовые нужды. Эти вопросы сегодня были в центре внимания на семинаре, который представители регионального министроя провели для омских пенсионеров. Горожане задали около сотни вопросов. Наиболее проблемными, по мнению омичей старшего поколения, остается тема расчета коммунальных платежей, в том числе за капитальный ремонт. Пенсионеры недовольны суммой в квитанциях, считают ее необоснованно завышенной и опасаются дальнейшего роста. Специалисты поспешили успокоить горожан. До конца года тариф меняться не будет. «Основная задача – выслушать те предложения и те замечания, которые есть от наших ветеранов. На самом деле, услышать. Мы изначально рассчитываем на то, чтобы принять от них информацию и совместно с ними все-таки и объяснить, довести до них информацию, позицию, политику и программу, которая существует на территории Омской области. Также услышать пожелания и предложения, которые мы можем учесть в нашей работе». Добавлю, что по оценке специалистов, на погашение коммунальных платежей идет от 20 до 50% доходов пенсионеров. К слову о пенсиях, их расчетах и новшествах в законодательстве сегодня пойдет речь в программе «Первые лица». Гостем студии станет управляющий Омским отделением Амбиционного фонда России Сергей Тодоров. Интересующие вопросы в течение дня можно отправлять на электронную почту или радиокомпании, либо задать их уже в прямом эфире, позвонив по номеру 8 800 770 12. В колл-центре «Первых лиц» будет работать сразу несколько телефонных линий. Начало прямого эфира в 20.30. Не пропустите. Потушить пожар, разобрать автомат Калашникова и спасти пострадавшего в ДТП. Настоящую школу молодого бойца и медика пройдут сегодня ученики региона. Свои знания ребята проверят на Олимпиаде по ОБЖ. Ну а накануне оценки победителям районного этапа состязаний выставляли врачи Центра медицины катастроф. Так, ребятам из Черлакского района удалось оживить нескольких пациентов с помощью искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Екатерина Дорошенко наблюдала за юными спасателями. Никаких парт и удобных стульев. Обучение максимально приближено к реальности. Ведь чаще всего спасателям приходится оказывать помощь в полевых условиях. На дороге в искорежной машине или, к примеру, на тонком льду зимнего водоема. Вот так, лишь согнув колено, можно перевернуть человека, масса которого в два раза больше собственного веса. Юлия Бележанина не раз становилась победителем предметных Олимпиад. На зависть мальчишкам. Хочу связать свою дальнейшую жизнь с профессией медицины, потому что я следую своим родственникам, родителям. У меня все в медицине, все работают. Несколько точных движений, вот наконец-то пациент начинает дышать. Физически это очень тяжелая работа. Заставить биться, пусть даже искусственное сердце. Скажи, сложно вот это вот на практике? Очень сложно. Ну, в учебниках пишут, кажется, все легко, а на самом деле, ну, очень устаешь. Ну и, вот это все долго, вот, и руки устают. Думаю, если потренироваться, то сумею оживить человек. Старший фельдшер Центра медицины катастроф Андрей Питков когда-то и сам был на волосок от смерти. Его бригада отправилась на комбинатскую в июле 2000-го, где взорвалась цистерна с бензином, когда погибли его коллеги, водитель и медицинская сестра. Говорит, с тех пор пересмотрел взгляды на жизнь и понял, опасности могут подстерегать человека на каждом шагу. Именно поэтому очень важно обучить как можно больше людей, оказывать первую медицинскую помощь. У нас все знают, как учить, все знают, как лечить, но когда касается непосредственно людей, подготовки нет. Очень часто можно увидеть в интернете, на телевидении, когда, даже видеозапись, когда стоит толпа людей, все смотрят на ту же там аварию, либо что еще, но ни одного в кадре спасающего нет. Все только дают советы, а спасающих нет, поэтому уровень подготовки находится на крайне низком уровне. Для этого мы сейчас начинаем работать по этой программе, начинаем работать со школьниками. А в ближайшие дни сюда приедут 11-классники из Большеречи. Таким образом, в каждом районе создадут свой отряд юных спасателей. Екатерина Дорошенко, Вадим Насардинов, 12 канал. Креативную и активную молодежь поприветствовала императрица Елизавета Петровна. В молодежном центре «Химик» прошла встреча выпускников форума «Ритмы» и стартовала регистрация на участие в следующей шестой встрече, которая традиционно пройдет летом. За пять лет существования форума в нем приняли участие сотни юных активистов, а самые лучшие идеи и проекты получили финансовую поддержку в общей сложности на 4 миллиона рублей. Продолжит Юлия Бабич. Уже с порога заметна эта встреча незаурядных людей. Молодежь приветствует живая скульптура Елизаветы Петровны. Встречу выпускников «Ритма» решили провести в Татьянин день, поэтому инсталляция подписания императрицы и указа об основании Московского университета стала изюминкой вечера. В придачу к этому фотосессия, музей истории форума и художественная стена, у которой скорее ради шутки трудится один из первых выпускников «Ритма» Семен Беленко. Пять лет назад он приехал со своим проектом на форум и даже не думал, что эта поездка так кардинально изменит его жизнь. У меня был проект «Возрождение народных ремесел». В 2010 году он получил грант, в 2012 году мне дали грант губернатора на «Возрождение народных ремесел». Этот проект до сих пор реализуется. Семен не пропустил ни одной встречи «Ритмовцы» в последние два года уже в качестве эксперта. За пять лет существования форума в нем приняли участие более двух тысяч человек. 80 самых нестандартных и вместе с тем полезных для региона проектов получили финансовую поддержку из областной казны на 4 миллиона рублей. Регистрация на шестой форум стартовала. Это будет творческий выезд, где будет базовых три подразделения, где будут театральные подразделения. Можно научиться правильно двигаться, ходить, говорить, поучаствовать в настоящем спектакле, научиться очень многому театральному. Всех секретов организаторы пока не раскрывают, но обещают, что будет интересно. Далеко не последнее место на форуме этого года займет тема 300-летия Омска. Я считаю, очень важно сейчас направить энергию наших ребят на решение конкретных вопросов и проектов, связанных с 300-летием города Омска. И мы об этом сейчас говорили с ребятами в отношении проекта «300 самых красивых мест города Омска» и соответствующей фото-выставке. Выставку с изображениями 300 самых красивых мест Омска разместят в правительстве региона. Так что желающим стать не только участниками, но и победителями шестого форума на заметку. Проекты, посвященные юбилею города, будут в приоритете. Юлия Бабич, Сергей Никифоров, 12 канал. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте в интернете 12канал.ру. Впереди прогноз погоды. Дождитесь. Фаворит. У нас очень большой выбор кроватей. Фаворит. Время. Миллионы лет оно работает на нас. Днем и ночью. Создает возможности для того, чтобы мы могли работать на время. Опережать. Женить каждую секунду. Чтобы побеждать. Радовать. Любить. Жить. Стремиться к большему. Газпром нефть. Омск Сайдинг Инвест. При покупке профнастила, уголок и саморезы в подарок. Монтаж уголка бесплатно. Поверка счетчиков воды. 503-903. И о погоде. Спонсор прогноза. Всероссийская ярмарка меда. Завтра 28 января в области небольшой снег. Температура в районах ночи до минус 19. Днем 11-16 градусов ниже нуля. В Омске завтра без осадков. Ночью минус 16, минус 18. Днем термометры покажут 12-14 градусов холода. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Всероссийская ярмарка меда. В выставочном центре Континент-2. Мед от 250 рублей. При покупке от 1 килограмма меда 1 килограмм лугового меда в подарок. И на этом пока все. По телефону 695-641 сообщайте нам свои интересные темы. Следующий выпуск новостей смотрите в перерыве хоккейного матча Омские ястребы-Челны. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok